Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Это передача Академия на грядках. И в эти предновогодние дни хочется поздравить всех наших садоводов с наступающим Новым годом и пожелать, конечно же, крепкого здоровья, благополучия и не только богатых урожаев, но и удовольствия, радости от работы в саду и огороде. А для этого, говорит наш педагог Елена Сергеевна Целютина, председатель клуба Академии на грядках Дворца культуры «Нефтехимик», надо учиться. Да, Людмила Васильевна, мы учимся уже скоро 25 лет, отмечаем на следующий год 25-летие клуба. И, наверное, я всегда говорю, мы знаем очень мало, для этого мы и учимся. Так вот, Елена Сергеевна, для того, чтобы не допустить ошибок в Новом году, мы сегодня попросим вас ответить на вопросы наших телезрителей. И вот, к примеру, вот такой вопрос. От чего зависит урожай овощей? Столько времени уходит на уход, а урожай никакой. Хотя вы говорите, что лето в этом году было хорошее. Мне даже удивительно, что кто-то говорит, что в этом году что-то не уродилось, хоть из овощей, хоть из плодово-ягодных культур. Действительно, лето было как на юге. Но прежде всего, от чего зависит урожай? Урожай зависит, конечно, если это овощи, зависит от семян. Из плохих семян мы урожай никогда не получим. Но бывает и так, что ведь и хорошие семена тоже можно испортить, если мы не знаем агротехнику. Мы можем взять абсолютно любой овощ, и обязательно при выращивании морковь, это или свекла, лук, томаты, перцы, все равно имеются какие-то тонкости. И не зная тонкостей выращивания овощей, не зная агротехники, вырастить невозможно. И если у вас неплодородная почва, на неплодородной почве расти тоже ничего не будет. Поэтому я всегда говорю, почву делаем плодородную мы сами. Что такое почва? Почва – это банк, в котором берем мы все в кредит. Взяли из почвы удобрения в этом году, значит, мы должны восполнить то, что мы взяли. Иначе у нас совершенно ничего не получится. Бич наших огородов – это и болезни, и вредители, с которыми тоже надо уметь бороться. Поэтому именно вот от этих факторов и зависит наш будущий урожай. Елена Сергеевна, ну вот вы говорили, плохие семена – это в первую очередь. Вот еще такой вопрос. Семена томатов покупали у вас, у соседки урожай получился, а у меня нет. Это вот как раз… Да, к тому, что нам могут предъявить претензии, что вроде семена хорошие, а урожая нет. Поэтому я еще раз говорю, что есть большое количество причин, по которым даже из хороших семян получить невозможно. Я сейчас назову самую главную причину, потому что вот задан вопрос по томатам. Впереди у нас январь, а там дальше февраль. И когда начинается февраль, ну, 90% садоводов-любителей начинают выращивать урожаи. Так вот, те, кто выращивают рассаду именно в феврале, урожай никогда не получат, потому что это будет переросшая рассада, а переросшая рассада – это уже урожай потерян на 30%. Если, допустим, я говорю как, что это не имеет значения, какая рассада должна быть, чего рассада должна быть – перцев, баклажанов или томатов, 40-45 дней мы должны ее выращивать. Ни в коем случае, ни больше. Это именно индетерминатные, крупноплодные томаты, которые для теплиц. А если мы выращиваем вообще для улицы детерминатные и перцы, и томаты, вообще выращиваем всего 30 дней. Поэтому первое, от чего зависит, и почему, допустим, у соседки получился урожай, а у вас не получился, вы проверьте, когда вы выращиваете рассаду. Если говорят о том, что вы хотите получить урожай раньше, и поэтому на месяц, на два раньше выращиваете рассаду, знайте, урожая у вас не будет. Поэтому вот одна из причин. А я думаю, что если бы эта женщина посетила вашу лекцию, прослушала бы все, у нее совершенно все бы прекрасно получилось. Людмила Васильевна, это совершенно вы правильно говорите. Вот у нас сейчас есть при Академии на грядках наш еще конструкционный пункт, в котором можно там приобрести, допустим, удобрения. Так вот мы обязательно каждому даем, как вырастить рассаду. Такую памятку даем, сколько времени выращиваться, и как правильно ее вырастить. То есть в индивидуальном даже порядке работаете. Потому что никогда урожай не получится, если рассада выращена неправильно. Елена Сергеевна, вот про другое немножко. Где приобрести рассаду земляники? Столько истратила денег на рассаду, а толку нет. Вот мне всегда очень обидно, когда говорят, что невозможно вырастить хороший сорт земляники. Я согласна с теми, что когда покупают большое количество рассады на всевозможных ярмарках, то очень трудно купить действительно хорошую землянику. Надо иметь всего несколько кустиков рассады, но чтобы она была хорошая. Я говорю так, ну вот растет у вас земляника, целая грядка. Я не верю, что из целой грядки нет ни одного кустика, который хорошо плодоносит. Один кустик всегда найдется. Вы возьмите ус именно с этого кустика. Один-два уса. Имея один-два хороших уса, можно развести в течение лета до 150 кустиков рассады. Поэтому, если вы хотите у кого-то взять, ну возьмите один-два уса только у того, у кого вы точно наверняка знаете, что это хороший сорт. Совершенно не обязательно знать даже, как его называют. Главное, чтобы ягода хорошая была. Лишь бы хорошая была ягода, лишь бы хорошо плодоносила и росла на ваших участках. А когда большими там ящиками покупают рассаду, что покупают кота в мешке, то, конечно, развести землянику очень сложно. Понятно. И вот еще какой вопрос. Почему плохо хранится морковь? Но причин по хранению моркови очень много. Во-первых, даже когда мы выращиваем морковь, мы должны знать, что если под грядки с морковкой внести большое количество органики или если даже внести свежий навоз, мы уже точно знаем, морковь храниться не будет. Она не любит органику. Это первое. Второе. Лучше всего хранится морковь та, которая предназначена именно для хранения. Вот сейчас у нас прекрасный сорт сильвана. Сорт сильвана – это сортотип курода, которая именно предназначена для хранения. Необыкновенная морковь, гладкая, с маленькой внутренностью. И самое главное, она хорошо хранится. Еще почему может не храниться морковь? Морковь убирают с поля, когда температура низкая, не больше 5 градусов. Морковь надо очень хорошо охладить, потому что это, ну, как мы говорим, единственный овощ, который сложно сохранить. Поэтому, если его убрать с поля или с грядок с нашей, когда еще тепло, морковь начинает тут же расти в подвале. Вот этот вот фактор тоже очень немаловажный. Обязательно морковь надо засыпать песком. Вот в песке она хранится очень и очень хорошо. Каждый раз, когда мы берем песок, песок должен быть немножко влажным, но обязательно свежим. Если... И еще надо обратить внимание на то, чтобы все-таки подвал был обработан. Те емкости, там, ящики, в которые вы помещаете морковь, они должны быть обработаны против грибных заболеваний. Это достаточно. взять медный купорос с известью, сделать болтушку и промазать ваши ящики. А иначе морковь храниться не будет. Но у меня еще такой совет. Если, предположим, у вас морковь хранится плохо и начинает гнить, никогда зимой ее не перебирайте. Удалите морковь, которая начала гнить аккуратно, а остальная пусть у вас лежит. Иначе, если вы ее начнете полностью перебирать, разнесете грибные болезни, и морковь заболеет вся. И, Елена Сергеевна, у вас в клубе ведь можно узнать, какая морковь хранится, чтобы купить какой сорт, какую лучше морковь приобрести. Вы знаете что, Людмила Васильевна, дело в том, что у нас все очень любят сортотип нанское. Сортотип нанское – это когда тупой носик. Но я должна сказать, что как раз сортотип нанское, она хранится, она хуже хранится, допустим, чем корода, вот я вам сказала, Сильвана. Прекрасно хранится канада. Это сортотип шантане. Ведь, обратите внимание, ни одно крупное хозяйство не будет выращивать на хранение сортотип нанское. Они обязательно выращивают или шантане, или корода. Она, конечно, более острый носик, но что… Но вкусовые качества – это не приятно. Да, прекрасно есть. Конечно, вот у нас из сортотипов нанское прекрасно хранится. Болеро, маэстро, сопрано. Многие выращивают, хорошо хранится. И новый сорт – Норвегия. Тоже, я должна сказать, хранится неплохо. И вот такой вопрос. Почему капуста, когда ее разрежешь, черная? Ну вот, когда мы берем капусту, разрезаем ее сверху прекрасно, свежая капуста, мы ее разрезали, внутри прямо половина у нас черной. Эта капуста попала под заморозки. Если, допустим, у нас заморозки там, ну, минус 2, минус 3, может быть, при такой температуре ее не испортишь, а вот температура ниже попадает под заморозки, она обязательно внутри начинает портиться. Это единственная причина, почему внутри капуста у нас чернеет. И когда мы говорим о хранении капусты, я тоже должна сказать, что когда мы кладем что-то на хранение, есть специальные сорта, которые хорошо хранятся. Вот возьмите сорт Амтракт или Орбита. Вот эта капуста спокойно хранится до новой, да еще и дольше. У нас очень любят капусты Мегатон. Хотя мне некоторые говорят, что она неплохо хранится, но все-таки эта капуста не для хранения. Засолочные капусты, они более сочные, более вкусные для засолки, но не подходят для хранения. Про цветы теперь. Последние годы сильно болеют астры, и невозможно их вырастить. Может быть, что-то делаю не так? Действительно, последние годы даже очень многие отказываются от такого красивейшего цветка, как астры. Такое разнообразие сортов. Поэтому единственное, на что надо обратить внимание, когда выращивают астры, это почва. Астра не любит органики, совершенно не выносит. Начинается вот эта вот болезнь, астры, это фузариоз. Уже даже иногда цвет набирает и погибает. Поэтому, во-первых, почва должна быть для нее более-менее стерильная. Обычная почва, но если вы в прошлом году на этой почве выращивали астры, в этом году их выращивать нельзя. Есть вот для цветов прекрасный препарат, это фундазол. Против грибных болезней. Ну, конечно, можно даже перед тем, как вы на рассаду высеваете астры, можно пролить трихоцином. Трихоцином прекрасно, против грибных болезней. Если я говорю про фундазол, фундазол более такой сильный фунгицид против грибных болезней, поэтому очень хорошо помогает. Поэтому пролейте, даже вот вы начали выращивать астры, пролейте трихоцином, пролейте фундазолом. Прекрасный препарат против грибных болезней это приверкур. И еще, что я должна сказать при выращивании, когда мы выращиваем астры. Астры очень любят пересадку. Больше, более делаются мощные и намного красивее цветут. Это возьмите, вот допустим, несколько раз, пикируйте. Мы последние годы астры начали выращивать в кашпо. И вы знаете, что в кашпо они даже смотрятся лучше. Во-первых, большое количество сортов есть. И вот мы каждый сорт отдельно выращиваем в кашпо. И к осени, это же все-таки осенний цветок, очень хорошо они цветут и очень редко заболевают. Ирина Сергеевна, а после чего можно вот астры посадить? Астры садить только в свежую почву. Только в свежую почву. Тоже ни в коем случае нельзя взять. Никаких предшественников никогда не должно быть. Нет, нет, нельзя землю взять из теплицы. Из-под других, да? Да, потому что они лучше всего... Конечно, если вы хотите иметь действительно красивые, пышные астры, их можно высадить в кашпо и в торф. Но надо знать, что торф стерильный, не содержит никаких питательных веществ, вам придется постоянно поливать удобрениями. Но уже тогда наверняка астры у вас никогда не заболеют. Можете сделать даже какой-то цветничок, но добавить туда торф. Самое главное, чтобы он был не кислый, его надо проверить, потому что у нас встречается, что губят свои растения, не только цветы, но и овощи, и рассаду, когда берут торф, а кислотность ниже шести. Поэтому об этом надо тоже хорошо знать. Спасибо. И вот теперь про чеснок. Посадила осенью чеснок, а весной он начал хорошо расти, затем пожелтел и пропал. Ну, когда мы под зиму высаживаем чеснок, то мы должны знать, вот мы его высадили, он обязательно должен прорасти, то есть он должен дать нам корневую систему. Почему-то считают, что, допустим, чеснок надо высадить примерно в конце октября или в средине октября. Если его в это время высадить в землю, он у вас обязательно вымерзнет. Если он не даст корни, он у вас на следующий год не прорастет. Или если прорастет, вы его вытащите, он у вас белые чесночинки, которые практически замерзли. Поэтому... В какие сроки надо садить? Я считаю, что до 1 октября не позже надо посадить. Мы уже много лет чеснок просто закапываем в землю. Берем чеснок в бутылку из-под воды, обрезаем, туда опускаем чесночины. Когда температура уже низкая, выкапываем примерно на полметра ямку, закапываем чеснок, стараемся поставить какую-нибудь палочку, чтобы не забыть, в какое место. То есть это для хранения? Да, и как можно раньше его выкопать. Тогда он проходит стадию стратификации, прекрасно, как говорится, хранится в земле, и затем мы высаживаем его уже не позднее последней декады апреля. Елена Сергеевна, то есть вы под зиму не садите чеснок? сажаем очень редко. Если мы боимся, чтобы какой-то хороший сорт потерять, мы лучше его закопаем. Сохраняйте таким образом. Для того, чтобы не рисковать. Я знаю, что этим методом пользуются очень многие. Елена Сергеевна, огромное спасибо вам за все эти ответы. Я думаю, что они помогут вырастить нам урожай в следующем году и сохранить его. Ну, а вот Новый год, с какого занятия начнется в клубе? И что еще можно узнать, услышать? Это я хочу сказать тем, кто не посещает занятия, может быть, отважится прийти на занятия и услышать что-то интересное и полезное и нужное? Ну, а те, кто на занятия не хочет, но чтобы я ответила на те вопросы, которые были заданы, по четвергам Дворец культуры нефтехимиков с 11 до 18 каждую неделю. Но я хочу обрадовать наших садоводов-любителей. 12 января первую лекцию нам делают гости из Москвы селекционеры. Те, кто выращивают для нас семена. Ученые. Мне ежегодно приходится летать на совещание в Москву, чтобы узнать вот такие новинки, а в этот раз приезжают к нам. Поэтому я приглашаю абсолютно всех, кто хочет получать большие урожаи, что те, кто интересуется, как выращивают семена, как за этими семенами надо ухаживать, чтобы они нам дали хороший урожай, приходите 12 января в субботу дворец культуры нефтехимик, начало лекции в 10 утра. Я поздравляю абсолютно всех наших ангарчан с Новым годом. Здоровья, спокойствия в семье, чтобы 19-й год был хоть немножко лучше, чем 18-й. До свидания, уважаемые телезрители. До свидания. Спасибо, Людмила Васильевна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова